Бэкст 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 Он там! Быстрее туда! Привет, бэкстеры! Агры! Сегодня мы будем охотиться за сокровищами и за самым дорогим деревом, которое только можно достать в Ламберт Айкон 2. Первым делом мы решили разбомбить пещеру, в которой мы были в прошлый раз. Дело в том, что мы там побывали, но дверь мы не открыли, но в этот раз мы запаслись кучей динамита, ну как кучей, два динамита всего купили и еще пару шариков. Возможно эти шарики откроют нам сокровищницу и там будет что-нибудь эдакое крутое. Если честно, то шары нам вообще, мне кажется, никак не помогут. Насколько я помню, чтобы открыть ту дверь, нам необходимо два рождественских подарка. А вот эти шары Джек купил где-то на рынке у какого-то чувака. Да, тут конкретненько ничего не видно. Ладненько, взрываем, сейчас мы тут бахнем. Бэкст, ты готов? Готов, я всегда готов. Зажигай. Ааа, запах жженого фитиля. Отличненько, первую дверь мы с вами бомбанули, теперь осталось нам туда закатить шары. Ух, какое жуткое место. Слушайте, похоже на какое-то жертвоприношение. И вот тут в центре стоит дверь, а может быть и не дверь. Ну, насколько я знаю, если кинуть в эти два отверстия по подарку, не по шарику, который у нас сейчас в руках, а по подарку, то эти двери откроются. Или не откроются, а покажут нам свое сокровище, которое оно скрывает. Вот это вот тайное место. Ну, давайте попробуем скинуть туда эти шарики, может быть тоже что-нибудь получится. Значит так, давай по классической схеме. На раз, два, три кидаем вместе. Раз, два, три, кидай. Эх, хорошо, что я на эти шары не понадеялся. Для того, чтобы здесь что-нибудь произошло, необходимо принести сюда два подарка. Пронумерованных два подарка, под номерами 12 и 13. Купить эти подарки возможно в нашем обычном бородатом магазине в канун Рождества. Между прочим, в этих отверстиях находится лава. И все, что будет скинуто туда, будет принесено в жертву. То есть просто сгорит. Ах да, у нас же остался еще один динамит. Давайте же бабахнем прямо вот здесь вот. Возможно, что-нибудь обрушится и раскроется какая-нибудь тайная комната. Да, походу ничего не произошло. Ух ты, а я кстати не замечал. Посмотрите, там есть какие-то надписи сверху. Ну, раз не повезло, значит выбираемся отсюда. Как только мы выбрались из этой пещеры, с нами связался Саня. Сашка, Санек, Александр. В общем, крутой чувак, который нам попросту отдал глаз. За что ему огромное спасибо. Хорошо, что под рукой оказалась Антохина такси. Мы сразу же спрыгнули, можно сказать, в машину и помчались за этим глазом. Ходят слухи, если принести незрячему старику у моста глаз, он покажет тебе подземный мир. Что-то моя фантазия разыгралась. Прием, прием, как слышно, все на связи. Джек на связи. Слышу хорошо, только на связи. Сашка, на связи. Отлично, все двигаемся в сторону моста. Я на месте. Начинаю операцию по установке глаза в КПП. Глаз установлен. Я его хорошенько зафиксирую, чтобы он не упал. Всем приготовиться. Мост опускается. Кажется, у нас получилось как надо. Я верю в чудеса и надеюсь, что этот мост опустится ниже, чем должен. Мост. Давай. Давай. Давай же. Ну. Еее. Две машины потеряны. Ну, черт, бросаем тачки, все прыгаем на мост. Машу жевать рано обрадовались. Саня, не тупи быстрее, прыгай. Я что-то очхую, ребята. Прыгаем, поздно будет. Ну, как же мы будем без тачек? Главное, что все целы. А по поводу тачек забей, что-нибудь придумаем. Ну что, ребята. Теперь осталось целехонько доехать до дна. Бэкст, посмотри, здесь тачка всплыла. Джек, сможешь ее починить? Фигня, вопрос. А вы переживали за тачку, а она сама всплыла. Тимновато здесь как-то. А ты думал, тебя со свечками здесь встречать будут? Хорошо, что машина хоть нарисовалась. Надеюсь, у нее с электрикой все в порядке будет. Хотя это утопленник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот оно. Первое чудо света Ламберт Айкон 2. Таких деревьев больше нет. Оно единственное. И только здесь. И срубить его может только один великий топор. Черное лезвие. Черная рукоять. Топор конца времени. Топор-то у нас есть. Но здесь же кругом обрывы. Как его рубить? Оно же упадет. Эх, знал бы, притащил бы сама веревку или цепи. Слушай мою команду, лесорубы. Рубить это дерево будет только Джек. Все остальные подойдите ко мне, чтобы не мешаться. Джек, руби. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ему остался последний удар. Держу! Держу, ловлю, ловлю! Всем стоять! Почему все ринулись без команды к этому дереву? Джек, какого черта? У меня не хватило силы попросту удержать. Оно очень тяжелое. И это еще называется лесоруб? Ха-ха-ха-ха! Здесь нет ничего смешного. Что ты угораешь? Иди еще скажи, что я его столкнул. Не выводи меня, иначе ты отправишься за деревом вниз. Так, все поймали тишину. Все виноваты. Все молодцы. Мы только что просрали с вами единственное дерево, которое растет один раз. И оно не распаванится на этом долбаном сервере. Поэтому достаем из земли этот пень. Бэкс, прием, прием! Мост поднимается, мост поднимается! Вы не выберетесь быстрее! Есть! А теперь все быстро к мосту! Может на машине? Долго разворачиваться не успеем! Ребята, кажись мы попали, мы не успеваем! Жеванный торт! Кажись мы опоздали. И что теперь делать? Я не знаю, ребята! Мы конкретно застряли! Зато у нас есть пенек! Оф! 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 Я готов! Я готов, да! Сейчас я моргнул! Подожди! Э-э-э-э! Не получается моргнуть! Э-э-э! А другим глазу? Э-э-э-э! Косоглазник какой-то получается, ладно? Давай начинаем новость и все. Треддам! Тададам! Включаем утло! Музыка! Оф! Хе-хе-хе! Реята! Да, у вас сейчас пуканы, наверное, бомбаны, да, поэтому у нас рекламка «Ньюслизни». «Ньюслизни», да, прикольно звучит. Итак, все вы знаете, чтобы попасть в эту пещеру, замечательную пещеру, необходимо обладать глазом. Вот одним глазом, как у меня, вот. Нет, один, один, да подожди. Там вот тут появится картинка. Это, короче, сафари. Сафари, да. В этот сафари на машине можно добраться, через мост переезжаете и едете в гучу леса. Там будет стоять на отшибе домик, в этом домике, вот он, вот, вот он, этот домик. Вот, на отшибе этого домика продается глаз. Ну, сейчас его там купить, этот глаз сейчас нельзя. Между прочим, этот глаз стоит 400 косарей, ребят. 400 косарей, где такие деньги-то стоят, а? Ребята, до хрена, до хрена стоит. В общем, ребята, вы доезжаете туда, этот глаз можно купить только на Хэллоуину, стоит 400 косарей. Когда вы его покупаете, вы везете его на КПП к мосту, где покупаете билетик, чтобы перебраться через этот мост. И там, у незрячего чувака, у КПП, точнее, на КПП, где есть незрячий чувак. Эм, да шо ж такое-то? В общем, в КПП есть дырка. Отверстие вот тут, вы можете наблюдать. Там, короче, есть отверстие, куда нужно заложить этот глаз. Положить просто, зафиксировать его как-нибудь каким-нибудь макаром. Можно его просто тупо держать, чтобы один человек его держал, и мост будет тогда опускаться. Но, нужно его держать настолько долго, пока этот глаз не исчезнет. Ну, лучше, 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 лучше его зафиксировать, короче. Зафиксировать, и всё, и не парь. Вот. Да. Ну и всё, в принципе, мост опустится. Вот такие вот дела. Все картиночки были тут, вот там, вот там, за мной, за мной где-то там появлялись. Может, на сзади фоне. В общем, я думаю, что я вам разъяснил всё, всё, что можно было. Это было... Короткая реклама о Нью-Слизни. А далее будет продолжение другой концовки версии Фантом Дерева. В поисках Фантом Дерева. О, вот так. Хе-хе. Так, ну всё, погнали. Парни, приём, я на подстраховочке. Как вы там? Нормально, спускаемся потихонечку. Ну, и сейчас на домишке окажемся. На днище не хочешь оказаться, а? О, чуваки, тут, походу, поселенец подъехал. По-любому, сейчас панику поднимет из-за того, что мост не работает. Теребонь-бонь-бонь, какого чёрта мост не работает? Теребонь-ка отсюда. Тут раскопки идут. А-та-та, я буду жаловаться на вас. Всё, парни, кажись нам кринты. Поселенец пошёл жаловаться на КПП. Хе-хе, да ладно. Ну, хоть не в полицию, пускай куда хочет, жалуются. Чуваки, я иду к вам. Как жизнь с Тритрейсерой? Я уже рубанул одну ветку, так что её нужно распиливать и везти на тачках. Пока Стритрейсер опустится, давай её распилим. А когда они приедут, мы уже начнём погрузку. А-а-а, опилки в глаза попали. Ай, ой, чёрт, отече ещё дома забыл. Ай-яй-яй, вот это беда. Так ты закрывай глаза, когда сверху рубишь. Ага, а если я кому-нибудь ненароком чё-нибудь отрублю? Я держу, я держу. Ой, уже не держу. Э-э-э, ну ты, конечно, красавчик. Ладно, выкорчёвывай тогда хотя бы пень. Хоть что-то тебе будет. Ребят, мы гоним ещё две длинные машины, а то те мелкие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чуваки, как вы там? Надеюсь, с деревом ничего не случилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Э-э-э, ну как тебе сказать? Случилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давай расстраивай меня, чё случилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вначале всё было замечательно, но когда мы начали подниматься, наши тачки просто провалились под мост вместе с деревом. Мы, конечно, успели пару веток схватить и... вот всё, что осталось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой-ёй-ёй, ой-ёй-ёй, кажется, поменять настройки забыл на станке. Вот это беда. У-у-у, кажется, у нас будут длиннющие палки из фантом-дерева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и подходит видео к концу, Бэкстеры. Давайте же подведём итоги, сколько же мы получили за фантом-дерево. За такую длинную деревяшку, а она не очень большая была, мы получили 3300 баксов. В то время, когда Санёк за свою вот эту здоровую деревяху, обработанную, получил порядка 10 тысяч долларов. Это, я вам скажу, немаленькая сумма. И по моим скромным подсчётам, если бы мы каким-нибудь макаром умудрились бы вывести это фантом-дерево целиком, обработали его и отправили на продажу, то мы бы примерно выручили порядка 500 тысяч долларов. Плюс-минус, может быть, даже и больше. То есть это с лихвой окупает стоимость глаза, даже ещё будет и прибыль с этого. В конце такого трудного пути Санёк где-то умудрился достать Сани. И мы очень круто оторвались. Ну вот, ребята, и всё. Лесоруб не прощается, он просто отправляется в отпуск. Потому что нас ждут новые свеженькие приключения. А Лесоруб ещё вернётся. Ну а на этом мы заканчиваем. Всем спасибо, кто смотрел. Не забываем ставить свои пальцы, то есть лайки, оставлять свои крутые комментарии, подписываться на канал. Это очень важно. Всем спасибо, удачки и пока. Эй, 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 погоди, погоди, погоди. А мне за это заплатят вообще, а? А деньги-то будут? Ну капец. Топ, я ещё раз в жизни повёлся на эти уговоры. Ну хотя бы капусты дайте пожрать, а? Я же с голодухи помру.